Добрый день! Городские новости в эфире и с вами с места событий Владимир Горжонко. Официальные лица объявили, что жители Нью-Йорка должны носить маски в общественных местах и принимать другие меры предосторожности, пока город пережидает всплеск случаев заболевания коронавирусом, вызванный под вариантом BA2. «Мы настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка любого возраста носить маски в закрытых помещениях», заявил на пресс-конференции глава здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Вассан. По его сведениям, на вариант BA2 приходится 78% случаев заболеваний коронавирусом в нашем городе. Вассан сказал, что число случаев заболевания, вероятно, продолжит расти в ближайшие несколько недель и может перевести Нью-Йорк с низкого на средний уровень риска. Вероятно, что новый всплеск связан с отменой нескольких протоколов по коронавирусу, включая отмену требований к ношению масок в школьных и дошкольных учреждениях и требований к вакцинации для бизнеса, а совсем недавно – отмену требований к вакцинациям для спортсменов и артистов. Город планирует раздать 3,6 миллиона домашних тестов на коронавирус, чтобы помочь подавить очередной всплеск. По словам официальных лиц, тесты будут доступны в библиотеках, некоммерческих организациях и офисах выборных должностных лиц. Случаи определенно растут, и это привлекло наше внимание, сказал Вассан. Но к ним нужно готовиться, а не паниковать. В последние недели многие жители города, получившие жилье по восьмой программе, были встревожены письмами от городской жилищной комиссии в связи с ежегодной повторной сертификацией. Хочу сообщить, что эти письма были отправлены по ошибке из-за технических проблем. Жилищная комиссия принесла свои извинения за любое беспокойство и ненужный стресс, которые могли быть вызваны этими письмами, и уже отправила уведомления об ошибке по электронной почте всем заинтересованным лицам. Информация также была размещена на веб-сайте NYCHA. Так что, уважаемые получатели восьмой программы, вы можете жить спокойно, вас никто не побеспокоит. По крайней мере, на ближайшее время. Вчера администрация Нью-Йорка запустила новую программу, которая будет обучать людей всему, что связано с употреблением марихуаны. Это будет первая общественная образовательная компания в Нью-Йорке, которая научит людей, где можно употреблять каннабис, кто может его употреблять и как это делать безопасно. Программа находится в ведении агентства по работе с каннабисом. В офисе этой программы говорят, что широкомасштабная компания предоставит родителям и опекунам инструменты для защиты молодежи, напомнит жителям Нью-Йорка о рисках вождения в состоянии алкогольного опьянения и другие сообщения, которые помогут обеспечить безопасность и здоровье жителей Нью-Йорка по мере развития этой новой для нашего города отрасли. По данным Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США, в 21 штате были подтверждены случаи птичьего гриппа. Хотя ни один человек не дал положительного результата на это заболевание, по данным Министерства сельского хозяйства США, оно привело к гибели более 17 миллионов птиц. Соответственно, ожидается, что цены на яйца и кур вырастут на фоне сезонного спроса во время Пасхи и Песоха. По данным Всемирной организации здравоохранения и CDC, правильно приготовленная птица совершенно безопасна для употребления в пищу. Кроме того, CDC заявил, что нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться человеку от домашней птицы. Супермаркеты по всей стране предупредили покупателей, что цены, вероятно, продолжат расти. Яйца в настоящее время стоят в среднем 2 доллара 88 центов за дюжину, что на 52% больше с момента первого подтвержденного случая птичьего гриппа в феврале, что является самым высоким показателем с начала пандемии в марте 2020 года. Поскольку мэр Эрик Адам стремится ускорить восстановление города Нью-Йорка после пандемии и устранить мнение о том, что город стал небезопасным, он уделяет особое внимание уличной бездомности. И его усилия были сосредоточены на очистке уличных лагерей и подземных переходов, а затем на попытках направить тех, кто там живет, в городские приюты, хотя большинство людей продолжали отказываться от предложений размещения такого рода, потому что считали приюты небезопасными. Американские транспортные системы, общественные места с долгим рабочим временем и закрытые пространства, обеспечивающие большую безопасность, чем улицы, долгое время де-факто были убежищем для бездомного населения страны. В течение большей части этого времени транспортные агентства обращались в полицию для рассмотрения жалоб, наказывая и выгоняя тех, кто укрывается в поездах, метро и автобусах. Но поскольку бездомность в последние годы увеличилась, а разговоры о несправедливости работы полиции стали громче, руководители транспортных компаний в городах по всей стране изучают решения, которые минимизируют роль вооруженных офицеров и объединяют социальные службы. Актуальность новых решений обострилась во время пандемии коронавируса, которая, как вы понимаете, усугубила бездомность и заставила транспортные системы бороться за возвращение сбежавших из нее пассажиров. По данным группы Американской ассоциации общественного транспорта, к концу марта количество пассажиров по всей стране достигнуло лишь примерно 65% от допандемического уровня. Защитники бездомных и эксперты по транспорту говорят, что спад обнажил кризис, который легче было игнорировать, когда поезда были битком набиты, а станции переполнены. По их словам, это также способствовало тому, что некоторые пассажиры чувствовали себя более безопасно. В течение следующих пяти лет город, полагаясь на команду ученых из Нью-Йоркского университета, планирует установить 500 специальных датчиков, предсказывающих наводнения в тех районах по всему городу, которым они обычно угрожают. На данный момент их установлено 28. В Южном Бронксе, Редхуке и Гаванус в Бруклине, на юго-востоке Квинса и в Гарлеме. Информация от датчиков позволит городу разместить специальные знаки, предупреждающие о наводнении, а также выдавать онлайн оповещения. В минувшее воскресенье русскоязычная общественность простилась с Давидом Мельцером, профессором, писателем и публицистом, автором множества книг о белорусском еврействе, членом многих общественных организаций, ветераном войны. Профессору Мельцеру было 97 лет. Наши соболезнования родным и всем знавшим этого замечательного человека. Это пока все. Я с вами прощаюсь. С вами с места событий специально для Ордиен был Владимир Гыжонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова